Девушки отдыхают Так как Джон снял на своем веку целую кучу добротной фантастики и фильмов ужасов Его кинокартины не нуждаются в представлении Так как практически каждый житель планеты Земля, имевший видеомагнитофон, DVD-плеер или интернет Видели хоть один из его необычных фильмов А теперь немного о сюжете самой картины Джон Нада Полубродяга-полуработяга Родом из Колорадо Волею судеб или в поисках лучшей жизни Судьба забрасывает его в город ангелов Герой устраивается на стройку и честно вкалывает за баксы С жильем ему помогает новый знакомый Фрэнк Спустя несколько дней он наблюдает погром в церкви А затем становится обладателем солнцезащитных очков И как выясняется, эти очки не так просты, как кажутся Одев их, мистер Нада увидел мир таким, каким не видит его 99% А именно, буквально на каждом шагу нас окружает скрытое внушение А устроили все эти пакости инопланетные захватчики, которые уже какое-то время находятся среди нас Инопланетяне выглядят довольно ужасно, но люди не видят их истинной внешности Так как маскировку обеспечивает некий спутник, который и надо вывести из строя Кинолента «Они живут» основана на рассказе Рэя Нельсона, который назывался «Восемь часов утра» Многие годы, и в интервью, и в комментариях к фильму, исполнитель главной роли Роди Пайпер утверждал Что фильм основан на реальных событиях, произошедших в 50-е годы Якобы одна компания изобрела телевизоры, внушавшие женской аудитории, что им покупать И все это якобы Роди Пайпер видел в старом документальном фильме Как выяснилось совсем недавно, Роди Пайпер просто спутал комедийный фильм 78-го года с реальными событиями Да уж, вообще роль главного героя писалась под Курта Рассела Но Джон Карпентер интуитивно понимал, что нужно сменить ведущего актера, с которым он уже проработал несколько фильмов подряд Определенно нужен был брутальный, настоящий мужской типаж Совершенно случайно, во время трансляции «Расслемании 3» в 1987 году, он увидел Роди Пайпера И решил пригласить его на кастинг Так Роди попал в картину С исполнителем роли Фрэнка, афроамериканцем Китом Дэвидом, Джон Карпентер уже работал на картине «Нечто» Киноленту можно сравнивать с более поздними хитами других режиссеров, пытаясь искать отсылки и схожесть Возможно, что-то и использовалось, не в визуальном плане, так в идейном Пармузыкальный групп использовал математику этого фильма в своих видеоклипах Кинокартина «Они живут» стоит особняком и в то же время использует давнюю формулу, придуманную еще в 50-х Например, в фильме «Захватчики с Марса» Это когда герой знает то, чего не знают другие, и противостоять приходится и тем, и другим В кинокартине есть запоминающаяся сцена Ею стала пятиминутная схватка Роди Пайпера и Кита Дэвида В сценарии картины было всего 20 секунд на драку Но актеры целых три недели тренировались, мутузить друг друга перед камерой И по команде режиссера стали швырять друг друга И надо сказать, что так здорово это у них получилось, что Джон Карпентер оставил сцену целиком Помню, при первом просмотре этой кинокартины меня очень возмутил тупоголовый Фрэнк, который никак не хотел одевать очки Как водится, фильмы о пришельцах, снятые в 80-е, наполнены запоминающимися спецэффектами и гримом Тем более, это фильм Джона Карпентера Визуальными эффектами и гримом занимались люди, работавшие в таких картинах, как «Космическая Одиссея» 2010 года, «Бегущий человек», «Челюсти», «Кристина» по Стивену Кингу На кинокартине работал также легендарный аниматор и мастер спецэффектов Джим Данфорд В своем фильме Джон Карпентер хотел изобразить инопланетян не в сверкающих скафандрах стиля хай-тек А полусгнившими гуманоидами, так как, по его мнению, они пролетели развращать человечество Ну и, соответственно, должны выглядеть как окончательно развращенные и полуразложившиеся существа Помимо режиссерских обязанностей, Джон Карпентер написал часть музыки к этому фильму Вообще, Джон очень любит писать музыку В его активе более 20 кинокартин, где он выступил автором музыки И дело, скорее всего, не в экономии бюджета ради его дальнейшего распила Нет, такой человек, как Джон Карпентер, вкладывает в каждую свою кинокартину частичку себя Отсюда и такая харизма у его работ А то, что картины приносят еще и доход, вдвойне приятно Бюджет этого фильма составил приблизительно 4 миллиона долларов А сборы от кинопоказов только в США составили более 13 миллионов Необычный сюжет, запоминающиеся герои, немного юмора и качественные спецэффекты Обеспечили этому фильму культовый статус уже буквально в следующем десятилетии после выхода на экраны Рекомендую для ознакомления, как с одной из лучших кинокартин о пришельцах, снятых в 80-е годы Всем спасибо за внимание! Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Удачи!